Жалкие кремлевские пропагандисты в захлеб рассказывают, как Путин замечательно поехал в Китай на Олимпиаду и как он там великолепно встречался с председателем КНР Си Цзиньпинем и как Си принимал его почти как равного, но нет. Давайте разберемся, как было все на самом деле. На самом деле эта встреча Си с Путиным очень напоминала встречи самого Путина с Лукашенко. Путина с Лукашенко, которого Путин глубоко презирает и вообще не считает человеком, руководителем. Для Путина Лукашенко это слезняк, тряпка. Ничего. Неравня, во всяком случае. Приблизительно то же самое. Такую же жалкую картину для китайского лидера является московский карликовый дедушка. Давайте посмотрим, как его принимали и как это все выглядело. Ну, во-первых, китайцы сократили количество обслуживающего персонала при Путине с обычных 30 человек до 6. Ну, вот так вот, на секундочку. Во время прилета великого многоходовочника и большого кремлевского держиморду не встречал вообще никто. Ну, то есть, его не встречали. Он что-то там прилетел, что-то там побухтел и уехал в посольство или куда он там поехал. То есть, с ним обошлись хуже, чем с президентом, например, Буркина-Фасо, которым китайцы, естественно, вызовут, пускай пошлют третиразрядного кого-то чиновника, но кого-то обязательно пошлют. Самая смешная, самая смешная Котовася была в момент встречи, официальной встречи Си с ботоксным дедушкой. Си, мало того, что не подал ему в руку, так еще и отпрыгнул от ботоксного, как от чумного, когда тот засеменил по красной дорожке по направлению к китайскому лидеру. Потом, давайте посмотрим, как на открытии Олимпиады Путин там сидел вообще один. К нему, как к чумному, не подошел вообще никто. Вы посмотрите на эту трибуну, на которой он, кстати, потом уснул, когда увидел сборную Украины. Он впал в оцепенение и у него наступил... Это бывает такое, знаете, вот, например, когда антилопа видит, что ее через секунду сожрет лев, то она впадает в транс и перестает двигаться, то есть вот как-то вот у нее такое происходит оцепенение, да? Приблизительно такое же оцепенение напало на кремлевского Карлика, когда он увидел сборную Украины, которая марширует по полю стадиона там в Пекине. Он просто впал в шок и в трепет. Его зациклило, когда на него смотришь, было такое впечатление, что он уже умер. А может он действительно умер. А может это был двойник, кто его знает. Вот. То есть выглядело это все, ну если мягко сказать, очень жалко. А теперь давайте подойдем с практической точки зрения и посмотрим, чем этот, так сказать, визит закончился для Москвы. Не было подписано никаких обязывающих документов. Были общие фразы о том, что вот Китай против расширения НАТО. Извините меня, когда Китай был за расширение НАТО. Вы можете вспомнить хоть один момент? Но в то же самое время, взяв Путина за хибот как следует, Си из него выдавил политику одного Китая. Вот тут Путин моментально натрендел, да, я за один Китай. При этом Си со своей стороны ни слова против Украины не сказал. Ну да, он против расширения НАТО. Что в этом нового? Абсолютно все китайские правительства с 49-го года начинают против расширения НАТО. Что тут такого? Какое дополнительное обязательство на себя взял Китай? Никакого. Абсолютно. В то же время ни одного слова против Украины, как я говорю, сказано не было. И вот в этом большая разница. А, потом еще смешно. Путин обязался поставить в Китай газ и нефть. Интересно, что за лес даже не говорили. Лес в Сибири китайцы все равно уже весь срезали, потому что, поэтому там уже и обсуждать нечего. Кстати, Байкал тоже они забирают. Поэтому и с водой, собственно говоря, уже тоже решено. Байкал уже китайский, поэтому забудьте, проехали. Но вот теперь осталось нефть и газ. Значит, Путин пообещал, по крайней мере, задекларировал продажу Китаю всего нефти и газа, которые они там в Сибири найдут. А теперь же самый интересный вопрос. А за сколько? Я вам скажу, практически за бесплатно. То бишь, за даром. Дело в том, что вообще все, что продает Россия Китаю, я имею в виду полезные ископаемые, лес и так далее, уголь. Это все продается или за стоимость себестоимости, или себестоимость плюс почти нифига. То есть Китай фактически забирает свое, забирает очень активно, заселяет пустующие территории, заселяет все, что там можно, осваивает, посылает своих людей, которых, например, граждан в Китае, в Сибири уже проживает в несколько раз больше, чем граждан Российской Федерации. От китайцев, кстати, не отстают корейцы. Поэтому вопрос, а Сибирь чей, уже даже не риторический, его даже уже глупо задавать. Я даже не буду эту тему рассуждать, потому что уже всем все ясно. Если раньше хоть какие-то вопросы были. Кстати, вы посмотрите, как красиво Путин убрал абсолютно всю армию из китайской границы. Я уже рассказывал, что если сейчас, допустим, товарищ Сиза хочет перейти к границу где-нибудь, я не знаю, в Амурской области, то чтобы повоевать с русскими, которые будут, конечно, там сопротивляться, ему очень долго придется вот эти вот российские войска искать. Их там нет, они все на нашей границе, на украинской. Засыщать Сибирь некому и ни от кого. Просто потому, что уже есть факт на местности. А факт на местности таков, что Сибирь уже китайская. Вот, собственно, и все. И исходя из того, что Китай кругом догибает Россию, вот, например, давайте возьмем Среднюю Азию, вот эту последнюю нашумевшую встречу, если вы о ней не слышали, так я расскажу. Когда Китай, тот же товарищ Сиза, брал всех глав среднеазиатских государств, Россию туда не пригласили. И сказал, что Россия вообще никто. Россия сюда не приглашена, мы с вами все сами обсудим. И так оно и есть. Посмотрите, когда Россия послала войска, думая, что они оккупируют Казахстан, надеясь оккупировать Казахстан, щелкнул пальчиками товарищ Си. И в течение 48 часов Россия начала вывод войск, причем не просто вывод, а драп, они драпали оттуда. Драпали с такой скоростью, что я не знаю, по-моему, когда драпали, вот помните, из ГДР выводили войска, когда рассыпался Варшавский договор, все это было. Так из ГДР, да много медленнее выводили войска. А тут просто бежали, было бегство повальное. Потому что китайцы сказали, ню-ню-ню, Вова, давай, убрался отсюда к чертовой матери. И Вова бегом убежал. Потому что если бы он сделал, завтра китайцы этого не сделали. Завтра китайцы были бы уже где-то там по Цвердловскому. И так далее, и так далее, и так далее. Мы так далеко немножечко ушли от начальной темы нашего повествования, а именно от холодного приема, напоминающего холодный душ для Путина на Олимпиаде в Китае. А чего удивляться, я же говорю, для товарища Си, товарищ Пу, то же самое, что товарищ Лу, для этого же товарища Пу.